Куда обычно в течение года журналисты ходят на официальные заседания, совещания, в кабинет министров, сегодня пришли на неформальное общение с президентом. Формат традиционный, возможность адресовать вопросы, оставшиеся незаданными, и одним из первых получить оценку уходящему году. Слово первое ей предоставляю. Право первое у челнинской журналистки Лилии Павловой. Путин бай-бай, Путин бабай. Ее разговор с Владимиром Путиным цитировали многие. Вопрос был задан очень правильно. Вы молодец. Президент рассказал и о своей недавней встрече с Путиным. Все плановые показатели в республике выполнены. В целом год выдался позитивным, но непростым, скажет Рустам Маниханов. Начало года это проблемы в банковском секторе. Достаточно долго надо будет решать эту проблему вместе. Потому что те ресурсы, которые в массе ОАСВ, они недостаточны, чтобы покрыть те потери, которые есть. Поэтому, как вы все знаете, мы создали фонд. Я думаю, что благодаря этому фонду мы минимизируем их потери. Фонд должен помочь планомерно решить вопросы и дольщиков. У нас есть несколько таких привлекательных земельных участков. И мы будем использовать потенциал и городской, и республиканский. Будет сформирован, скорее всего, январь-февраль. Потому что есть регламент о формировании фонда. Ну, кто там? Там городская власть будет, там исполнитель будет. Но курировать это будет Нигматуллин, первый заместитель премьер-министра. Спросили и о судьбе татарского языка. Как родной язык, знать его долг каждого татарина. Да и татарского патриотизма не хватает. Как государственный, нужно повысить привлекательность, отметил президент. Эта тема нашла логическое завершение. Мы будем двигаться вперед в рамках... Но все это должно быть в рамках тех нормативных законодательных актов, которые есть в нашей стране. То есть никаких самодеятельностей или что-то такое я не говорю. Те, кто самовольно присваивал государственные земли, будут жестко пресекаться. Работы по выявлению коррупционных фактов в муниципалитетах продолжатся, отвечает президент на вопрос о недавних случаях с землей в Тукаевском районе и Челнах. У меня, говорят, две новости. Одна плохая, одна хорошая. Вспомнил Анин Дот, говоря о предстоящем чемпионате мира по футболу и об ожиданиях от игры Рубина. Каждый тренер должен иметь время для того, чтобы сформировать свою программу, свою команду. Очень жаль, что мы многое находимся в поиске. Болельщик ждет. Я тоже болельщик. Позитивных результатов. Но чемпионат мира, я вам обещаю, будет достойным. Через девять дней – Новый год. У президента интересуются настроем. Я сегодня захожу в Татнефть. Снегурщики стоят с мандаринами. Новый год – это мандарины. А уже в понедельник президент откроет каток на Черном озере в Казани. Планируете ли лично оценить покрытие, спрашиваем мы. Ответный вопрос – а вы катаетесь на коньках? Да. У меня дорогая. Житя крашу. Я рыбе заняты. Лисан Сабирова, Андерсон Тальцев, ТНВ, Казань. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова